Сегодня в Петербурге отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. Причем не только верующие граждане, ведь полководец считается покровителем северной столицы. Ради торжественных мероприятий возле лавры изменили схему движения. И не зря площадь Александра Невского была почти целиком заполнена народом. Алексей Чебодарев наблюдал за выносом мощей из храма. В Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры сегодня было буквально некуда ступить. Божественная литургия, главное православное богослужение, длится больше часа. Но в этот раз далеко не все оставались в храме до конца. Не потому, что было тяжело отстоять всю службу, а чтобы великодушно уступить место другим. Все-таки в этот день, 288 лет назад, в собор перенесли мощи Александра Невского, давшего имя и самой лавре. В церкви даже чувствуется людская благодать, настроение. Очень хорошо. В церкви хорошо. Чувствуется праздник. Праздник в это время был и на площади Александра Невского. Почетный караул, церковный хор для нескольких сотен прихожан, которые не смогли попасть в Свято-Троицкий собор, организовали трансляцию службы на больших экранах. Интересно, что когда Петр I приказал основать Александра Невский монастырь, он и его современники считали, что именно на этом месте и произошла легендарная Невская битва. Однако в 1240-м Александр Невский одержал свою победу над шведами почти на 20 километров выше по течению Невы. Сейчас там поселок Усть-Ижора. Тем не менее, мощи Александра Невского в 1724 году были доставлены из Шлиссельбурга по Неве в Лавру. У руля галеры стоял сам Петр. Этому моменту предшествовало полтора года, в течение которых священнослужители фактически переносили святыню на руках из Владимира. Так Петербург стал хранителем мощей своего небесного покровителя. Уже в то время никто не сомневался. Летописи 16 века, утверждавшие, что нетленные останки святого сгорели во Владимирском пожаре 1491 года, не точны. Мощи встречали как священную реликвию. Сегодня столь почитаемые мощи, конечно, не смогли оставить в стенах монастырского храма. Крестным ходом специальный саркофаг раков пронесли по площади. Особенный момент для тысяч верующих, которым едва хватало места на тротуарах. Если кто-то любит и почитает своих родителей, то это примерно то же самое и для города. Потому что Александр Невский как родитель для нас и покровитель. И поэтому, конечно, если сравнить эти чувства, то масштабы города не должны быть таковыми. Потому что как бы мы ни были сильны, но помощь свыше нам всегда требуется. А сегодня как раз день памяти того, кто никогда не забывает о нас. После богослужения на площади Александра Невского по стопам священнослужителей, пронесших мощи, маршем прошли военные. Такие почести далеко не лишние. Каждый ученик младших классов знает о выдающейся роли святого полководца, не проигравшего ни одного боя. Цветы к его памятнику возлагали и чиновники, и духовенство, и военные, и кавалеры ордена Александра Невского. Эту царскую награду вновь утвердили во время Великой Отечественной. Канонизированный полководец едва ли не единственный святой, на покровительство которого во все времена уповали абсолютно разные люди. Алексей Чеботарев, Михаил Марков, Павел Зеленков, Валерий Савинский. НТВ. Петербург.